всем привет сегодня я хочу поработать над одной моей задумкой и если вы смотрите это видео то скорее всего у меня все получилось потому что если я запарю этот нож то навряд ли мне захочется это показывать я думаю все вы хорошо помните по обзору вот этот вот нож ganzu g707 принципе это неплохой китайский нож но единственная вещь которая мне очень сильно не нравится это сведение этого ножа у него очень толстое сведение естественно все это продиктовано такой вот кинжальной геометрии и узким клинком но мне кажется с этим можно кое-что сделать здесь очень толстое сведение в 1.3 миллиметра и в принципе он режет но очень очень неохотно и плохо в силу моих способностей я порт попытался изобразить принципе как выглядит клинок сейчас то есть примерно вот так вот он выглядит в срезе и вот это вот наши подводы здесь вот у нас вот ширина 1 и и 3 миллиметра то что я хочу сделать я хочу немножко передачить геометрию этого клинка и сделать ее чтобы нашла примерно вот так то есть я хочу сделать так называемую выпуклую линзу насколько это будет возможно это должно намного намного улучшить рез и способности этого ножа ну вот на данный момент нож в принципе находится в идеальной остроте с такими спусками он режет бумагу он даже бреет руку но поверьте мне этого недостаточно это очень такой грубый топорный рез я соорудил здесь небольшое такое приспособление рабочее место под низом деревянная досточка следом у меня идет телефонный справочник потому что это вот место на котором я буду обрабатывать нож оно должно быть немножко как бы мягким и сверху у меня пластиковая досточка обычная кухонная стачивать металл я буду обычной наждачкой можете видеть 280 зерно здесь обычная водостойкая наждачка и давайте приступим я думаю мне все получится навряд ли я буду показывать весь процесс я буду участия наверное вырезать все давайте начнем сталь довольно твердая и вполне возможно мне придется взять более крупную наждачку чтобы снять вот эту вот очень такую заметную грань между подводами и спусками работа это очень непростая и трудоемкая и поэтому начав точить на 280 наждачки я очень быстро понял что так дело не пойдет и сначала я спустился на соточку и даже поработав на ней я понял что все равно все будет продвигаться очень медленно и поэтому я взял самую крупную наждачку что у меня есть я взял 60 и выработав этот листок я сточил один листок сотки и в принципе так довольно хорошо поюзал еще один листок сотки конечно результат на лицо возможно это уже можно увидеть конечно клинок сейчас не блещет какой-то красотой эстетической но можно видеть что подводы исчезли и и на данный момент после грубой обработки я хочу перейти уже больше как более средней наждачки как оказалось 280 будет средней в данный момент уже буду потихоньку убирать вот эти вот маленькие царапинки и постепенно переходить к заточки значит ключевой момент здесь как оказалось это движение рукой должны быть именно круговые с него такие вот а именно по кругу тогда вот на наждачке все очень очень классно работает вот такие вот круговые небольшие движения давление конечно можно регулировать но само направление должно быть по кругу после 280 наждачки я думаю что уже пришло время перейти на что-то более мелкое чего-то совсем среднего у меня нету я перехожу на 800 наждачку не это уже как бы стадия доводки доводки после обработки на 800 наждачки нож уже даже стал в какой-то степени острым обработка немного улучшилась не знаю возможно он даже будет резать бумагу сейчас некоторыми участками он уже режет бумагу принципе обнадеживающий показатель и я перехожу на самую мелкую наждачку которую мне есть на тысячную и после этого клинок уже будет обрабатываться черной а потом белой пастой после обработки на тысячной наждачки я чувствую что поверхность спусков стала очень гладкой все какие-то крупные царапины неровности все это ушло до для глаза конечно этот клинок не очень эстетичен но он имеет уже неплохую остроту и мне кажется что пришло время переходить к обработке на дощечке с пастой начнем с черной пастой режущая кромка то есть принципе здесь кромки нету но после наждачки все-таки остался довольно большой заусенец который нужно убрать а а а и режет просто просто очень хорошо я немножко еще поработаю на черной пасте и потом вернуть к вам с белой пастой с черной пастой закончили вот как выглядит клинок для интереса можно видеть что режущая кромочка стала более блестящей еще немножко отполировалась и мы переходим в досточки с белой пастой после обработки на белой пасте клинок получил очень хорошую остроту режущая область неплохо заполировалась давайте глянем он даже стал резать с вывертами то есть до этого даже речи не могло быть о каком-то рези с вывертами мне кажется нужно еще поработать немножко на пасте в принципе результат очень хорошо виден уже сейчас после еще нескольких минут правки на пасте в принципе я думаю что это максимальная острота которую можно было достичь я взял новый листик ну в принципе все таки я удовлетворен как это было не тяжело и не противно довольно неприятная работа ну я считаю что мои старания купились и работа в общем заняла 1 час и 15 минут вот какой красавец у нас получился и в принципе вот эти вот боевые шрамы на клиночке лично для меня теперь представляют особую ценность так как я буду помнить как я возился с этим ножиком все спасибо за просмотр пока бай бай